Всем доброго времени суток, а особенно подписчикам. Сегодня обзорим шнуры компании C-NITE под названием Classic Line. Как обычно покажу внешний вид, проверим заявленный диаметр и разрывную нагрузку. Рассмотрим качество поближе. Вот в такой коробке приходит шнур. Здесь у нас логотип C-NITE, модель Classic Line, четырёхжильный. Здесь основная информация. 500 метров размотка. Размотки есть разные, посмотрите в описании. 10 либров или 4,5 килограмма на разрыв заявленную. 0,12 миллиметров заявленный диаметр. 547 ярдов. У меня это кислотно-жёлтый цвет. Цвета также есть разные. В описании также посмотрите. Достанем шнур. Вот таким образом выглядит бобина. Та же самая информация. Здесь у нас логотип C-NITE. Покажу вам шнур поближе. Вот таким образом он выглядит. Четверёхжильный. Это сразу чувствуется. Ну и шнур довольно бюджетный. Вот, смотрите. По памяти. По ощущениям. Пропитка есть. По жёсткости. Смотрите, оценивайте. Вот так выглядит этот шнур. Макросъёмки по сравнению с леской 0,25 миллиметра. Диаметр очень похож. Проверим заявленный диаметр. Как обычно, сначала измерим напрямую микрометром. Заявленный диаметр. Заявленный диаметр у нас 0,12 миллиметра. 0,114. Три раза измерим и среднее посчитаем. 0,118. И 0,121. То есть диаметр близок к заявленному. Если мерить напрямую. И теперь завяжем три узла. Измерим их диаметр и поделим пополам. Также возьмём среднее. Каждый будет ориентироваться на тот, который он считает более верным. Итак, первый узел. 0,322. 2-й. 2-й. 0,313. И третий. 0,309. 308. Итак, проверим разрывную нагрузку. Длина отрезка 1 метр. Соединение безузловое. Заявлено у нас 4,5 килограмма. Проверим ещё раз условия те же самые. И ещё раз поверим. Итак, подойдём в небольшие итоги. Результаты выведу на экран. Диаметр в миллиметрах на микрометре оказался близок к заявленному. Разрывная нагрузка же намного выше заявленной. Для тех, кто привык к японской нумерации, это будет не 0,6 по Японии, как заявлено, который люди могут выбирать под лайт или ультралайт. Кстати, если ищите бюджетный вариант под такие цели, посмотрите тест C-Night Nano Line. Ссылку на него оставлю в описании. Я бы сказал, что это 2,0 по Японии, и можно использовать его под тяжёлые воблеры на местах, где очень много зацепов. Если в джиге, то для больших весов в районе грамм 50. Или также может быть интересен для ловли мультипликатором, где как раз 4-х жилка может иметь приоритет, и диаметр намного меньше влияет на дальность заброса. Общее же соотношение разрывной нагрузки и диаметры хорошее. Но если вам нужен шнур под более лёгкие задачи, выбирайте диаметр потоньше. Ну а стоит эта плетёмка своих денег или нет, как обычно, каждый решится. Проверить актуальную цену вы можете по ссылкам внизу, в описании к этому видео. Если вы считаете обзор полезным, то поставьте лайк. Все вопросы и пожелания оставляйте в комментариях. Подписывайтесь на канал. И всем ни хвоста, ни чешуи. Подписывайтесь на канал.